Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Техноенод и его команда. В эфире очередная серия ежедневного проекта «Календарь автомобильной истории», в котором мы вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано, происходили много лет назад, а, быть может, и совсем недавно. Итак, сегодня вспоминаем события 14 ноября. 14 ноября 1896 года организован освободительный пробег по маршруту Лондон-Брайтон. Эта демонстрация самодвижущихся экипажей, вошедшая в историю под названием «Emancipation Day Run», собрала 30 участников, которые после выезда из Лондона устроили стихийную гонку. Первым в Брайтоне, преодолев 52 мили, был француз Леон Болле на бензиновой трехколеске собственной конструкции. А этот так называемый «Локомотив-Акт» ограничивал максимальную скорость движения самодвижущихся повозок по дорогам 4 милями в час, а в городах всего лишь 2 милями. При этом была увеличена скорость до сумасшедших 14 миль в час. 14 ноября 1899 года уволившийся из компании «Бенз» инженер Август Хорьх основал в Кёльне собственную компанию «Август Хёрст и Си». Первоначально предприятие выполняло заказы на установку «Магдета Бош» на поддержанное авто, а затем Хорьх начал выпускать малыми партиями автомобили собственной конструкции. В этот день в 1914 году первая серийная машина компании «Дольч Бразерс» с открытыми четырехместным кузовом туристического типа, которую позднее в шутку прозвали «Олд Бетси», «Старушка Бетси», покинула завод в Химтраке. На бачке ее радиатора красовался фирменный логотип компании «Земной шар», помещенный в центр «Звезды Давида». В тот же день братья испытали «Бетси» на улицах Детройта и отправили автомобиль покупателю в город Тенниси. Стоила машина 785 американских долларов. 14 ноября 1954 года на одном из аэродромов под Нижним Новгородом прошли испытания гоночного автомобиля ГАЗ-ТР с реактивным двигателем от истребителя МиГ-17. Обозначение ТР турбореактивный довольно условное. Также автомобиль известен под условным обозначением ГАЗ-СГ-3. Считается, что это первый в мире автомобиль с турбореактивной силовой установкой, не имевшей кинематической связи с ведущими колесами. Проектная скорость ГАЗ-ТР декларировалась как 800 км в час. В роли тест-пилота ГАЗ-ТР выступил чемпионом СССР по автоспорту Михаил Метелев. В целом ГАЗ-ТР можно считать автомобилем на несколько лет опередившим свое время. Во-первых, на тот момент в СССР еще не были найдены подходящие трассы для заездов на высоких скоростях. Во-вторых, Федерация Автоспорта начала регистрировать рекорды скорости, установленные на автомобилях, приводимых в движение реактивной тягой лишь с 1964 года. В-третьих, даже если бы подобные результаты признавались ФИА и ранее, следует учесть, что до конца 1956 года СССР не имел представительства в этой организации и в любом случае не мог рассчитывать на официальную регистрацию рекорда. 14 ноября 1957 года Минский автозавод выпустил 75-тысячный автомобиль. 14 ноября 2000 года с третьей нитки главного конвейера ВАЗа сошел 300-тысячный автомобиль семейства ВАЗ-2110, выпуск которых был начат в 1996 году. Ну а на сегодня все. Завтра ждет нас новый день и новая серия проекта Календарь Автомобильной Истории. Каждый день ровно в 20.00 на нашем Ютуб канале неизменно выходит свежий выпуск календаря. Оставайтесь с нами и напомню, что удобнее будет следить за выходом новых серий, если подпишетесь на канал Технинот на Ютуб. Делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео. Будет очень здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok